добрый день дорогие друзья сегодня мы решили рассказать о том какие есть варианты для того чтобы улучшить и модернизировать теплицы которые существуют в прошлом году мы строили теплицы эти под один слой пленки накидывали вот их задача была лишь сезонная чтобы раньше запуститься и начать выращивание продукции в процессе эксплуатации естественно возник вопрос а как расширить функционал теплицы как его улучшить чтобы она была более эффективнее потому что в принципе перед каждым хозяйственником стоит задача более интенсивно использовать те ресурсы которые есть ну и теплица естественно это тот же самый ресурс и его задачей работать более интенсивной поэтому в этом году поставлена новая задача это модернизировать теплицы то есть их улучшить чтобы они были более функциональны какие модернизации происходят первое получится мы добавляем второй слой пленки второй слой пленки он во-первых делает теплицу значительно теплее то есть она лучше сохраняет тепло как видим прошлом году когда зимы не было осень плавно перешла в весну в этом году зима настолько затянулась что уже конец марта конец марта температура около нулевая но никак не начнется весенний сезон поэтому задача теплиц работать как можно дольше по периоду в году вот вторая пленка добавляет первое улучшает теплоизоляционные свойства теплицы она теряет тепла примерно в два раза меньше чем примеру однослойная и это позволяет на две недели раньше как бы запуститься и раньше получить продукцию это первый нюанс второй нюанс двойная пленка она более жестче связывает и за счет надува мы регулируем накрытие теплицы так что пленка всегда хорошо натянута как барабан с однослойной пленкой это сложнее тем более когда большая теплица потому что полиэтилен имеет свойство при температуре расширяться и сужаться поэтому зимой пленка хорошо натянута а летом она растягивается то есть ее надо или подтягивать или регулировать летом теплица более прохладнее потому что она как двойная пленка как термос не позволяет и сильно перегреться а зимой естественно она лучше держит тепло вот поэтому теплица с двойной пленкой она более так сказать функционально и лучше растянута по периоду эксплуатации в принципе можно и растянуть на целый год эксплуатации это первый вид модернизации второй вид модернизации который мы начинаем тут делать здесь будут установлены тамбуры то что вот мы постоянно делаем устанавливаем то есть вот здесь будет тамбур 3 на 6 вот там они кстати снимешь их собранные 3 на 6 тамбур будет что это позволит входная группа позволяет как бы заходить не сразу в теплицу а через тамбур сначала мы попадаем в промежуточное помещение а потом как бы попадаем в теплицу вот здесь мы залили бетонную плиту это под котел здесь будет котел и дальше мы заходим саму теплицу то есть задача этой теплицы все-таки пока что не круглый год работы а максимально расширить функционал ее работы можно сказать февраля до ноября это период когда требуется минимум досветки и в таком варианте нужно небольшое отопление не надо полностью круглогодичная то есть небольшая система отопления в данном варианте здесь идет воздушное отопление поставлено воздуховоды и все прочее сейчас это мы пока что собираем вот кстати перед этим был ролик про весенние теплицы что нужно сделать чтоб теплица работала какое отопление лучше и какое лучше для весенней теплицы вот поэтому здесь более такое весенне-осеннее отопление она не рассчитана на зимний период чтобы уходить там минус 25 но минус 5 минус 10 вот задача выдержать минимальные заморозки поэтому здесь мы ставим воздуховоды сейчас ребята собирают вот и второй момент который мы будем делать это мы поднимем верхнее проветривание чуть выше на 50 сантиметров то есть боковое проветривание будет подниматься с 50 до полтора метра то есть всего метр будет открываться для чего это сделано во первых чтобы не было сквозняка при выращивании растений которые находятся внизу а во вторых чтобы пыль и все прочее не попадала в теплицу поэтому боковое проветривание лучше поднимать на определенное расстояние там 20 30 40 50 сантиметров зависит от некоторых нюансов это улучшает и климат для растений и это позволяет что растение не будут находиться постоянно под сквозняком и на от нижней корневая система не будет выдувать грунт вот вот эта часть мероприятий которые мы сейчас будем выполнять и которые вы можете также сама то есть как сделать самостоятельно так и заказать специалистов которые сделают но это в принципе что позволяет с минимальными затратами продлить эксплуатацию теплицы сделать ее более функциональной это установка если это пленочная теплица установка 2 пленки добавление тамбурные группы вот куда можно все оборудование кстати вынести и добавить небольшой какое-то минимальное отопление для того чтобы теплица могла спокойно функционировать в холодный период года то есть когда там ну к примеру до минус 5 чтобы можно значительно раньше начать сезон и обезопасить теплицу от весенне осенних тире заморозков потому что это значительно улучшит урожайность вот это основные моменты о которых я хотел сегодня рассказать по поводу того как улучшить и модернизировать теплицу чтобы она была более функциональной с вами был александр подписывайтесь на наш канал и если вас интересуют теплицы готовом варианте то есть вы можете перейти на наш сайт теплица киеве и посмотреть там есть готовые варианты различных теплиц которые мы непосредственно сами производим начиная от дачных под поликарбонат пленку и заканчивая больших фермерских теплиц вплоть до промышленных комплексов на этом на сегодня все где-то и и и и и и и и и Продолжение следует...